Всем привет! Сегодня у нас будет очередной ролик про Sorento Screpento. Сегодня мы будем делать большое ТО, ремонтировать ходовую, кое-что менять и расскажу вам по эксплуатации автомобиля на текущий момент. Из нововведений установлен GSM-модуль для сигнализации Starline. Модуль ставили в сервисе Behead Auto на Беляева. Ребята долго вспоминали, где они видели этот Sorento, но и вспомнили в итоге, что видели они его в YouTube, когда машину забирал, попросили ничего про них не снимать. Сказали, что собрали лучше, чем было и все будет отлично. С тем, в общем-то, и уехал. Но в целом я работы доволен, все прекрасно, работает GSM-модуль теперь у меня есть на телефоне программа. Все запускается, дистанционно контролируется, это все просто супер. Модуль мне обошелся в 7000 рублей с работой. Это отдельная плата, туда вставляется сим-карта и плата вставляется в блок сигнализации Starline. Пробег на сегодняшний день 94 347 километров. Поршни не стучат. Напомню, здесь поршни группы C, простые белые вкладыши были установлены, насос с балансирами остался, расхода масла нет, кольца простые и катализатор я не удалял. То есть кольца тонкие. Все работает отлично, все нравится, кроме расхода топлива, конечно же. Вот сейчас он показывает с автозапусками, с прогревами 15 литров. Вчера я видел 22-21, проехал 45 километров за городом и расход немножко упал. Так что зимой Sorento будет радовать своим аппетитом. Ну, если хотите ездить в теплом салоне, придется мириться. Прогревается быстро, хорошо набирает тепло в салоне. Мотор объемный, атмосферный, 2,4 литра это плюс. По скрипам, сверчкам все нормально, ездим и радуемся. Предстоит большая поездка в январские праздники, поэтому решили подготовиться. Что плохо? С правой стороны раздаются некие стуки, то есть подвеска пробивает. Мы диагностировали на подъемнике, надорван сайлент-блок правого рычага. И, судя по всему, передние амортизаторы устали. Задний амортизатор я уже менял в том году, ставил Каябу, но сегодня вперед буду ставить другую марку. По задним амортизаторам все прекрасно, все работает, бухающие звуки пропали. Правый рычаг. Оригинал решил не покупать, купил Мондо. Дело в том, что эта фирма, поставляя запчасти на заводской конвейер, то есть это, по сути, первичная установка на автомобиль. Мы снимаем детали по ходовой, видим маркировки Мондо на запчастях. Меньше 5000 стоит этот рычаг, заводской, по моей памяти, на 1000 или на 2 больше. Достаточно гуманно, идет в сборе вместе с шаровой и двумя сайлент-блоками. Вот на этом мы обнаружили надрыв, позже снимем, посмотрим. И рычаг перемещается заметно вперед-назад в этом сайлент-блоке. В левом рычаге такого не отмечено. Обратили внимание на очень жесткую резину, она буквально каменная. Вот головку от Мерседеса сломал, а сайлент-блок от Киа продавить не может. Какая-то бронебойная резина здесь. Теперь становится понятно, почему у корейцев такие подвески, как на ломах. Те корейцы, которые к нам приезжают, с пробегами около сотни, 150, уже большинство из них вкладывается в ходовую. К сотке, к 150 начинают стучать амортизаторы и закисают болты. И владельцев ждут крупные вложения. Те, кто избегают вкладываться в ходовую, зачастую приезжают на капиталку уже на телеге. То есть мы делаем двигатель и когда катаешься здесь по территории, ходовка буквально как ведро с болтами, все гремит, стучит. Но, тем не менее, люди ездят. Я до такого не хочу доводить. Будем делать ходовую. Все никак не могу побороть жабу, купить почти за 30 тысяч нижнюю часть бампера. Вот предыдущий владелец наехал на какой-то столбик. Но заметно это все только если приглядываться. Поэтому пока что езжу так. При недавней замене масла увидели течь масла. То есть вот здесь все начало протекать от масла. Мы уж, честно говоря, расстроились, погрешили на свою сборку, что вот наши кривые руки собрали вот так вот самим себе мотор очень плохо и он потек маслом. Все оказалось очень просто. Перестал быть герметичным сам датчик давления масла. Записали видео и вот сейчас я его прикреплю в этот видеоотчет. Посмотрите. Оказалось, что эта проблема довольно распространенная и нередко такие случаи на корейцах бывают. То есть внезапно начинают течь сами датчики. Теряет герметичность. Ровно 90 тысяч пробега с завода. Меняем масло. Первая замена была через тысячу после сборки. Вторая замена получается около 4 тысяч. Я пробежал. Уровень масла стоит не расходуется. Но увидели течь масла. Естественно, сомнения пошли по поводу своей криворукой сборки. Что мы тут накосячили. Не приклеили, не промазали. И уж себе-то мы собрать ничего не можем. Как всегда. Но, естественно, первая мысль на то, что мы тут поддон как-то не так приклеили. Хотя уж собирал сам себе. Но как уж так-то? Уж себе-то мог бы собрать. Казалось бы, и вдруг весь мотор внизу в масле. Сначала думали поддон. Потом решили, что течет кронштейн масляного фильтра, который устанавливается через прокладку металлическую. Естественно, прокладка новая. Кольцо под теплообменником новое. Все свежее новое. Сняли кронштейн. И выяснилось, что течет датчик давления масла. Вот там он находится. Сейчас очень сложно его подсветить, показать. Но, короче говоря, течь шла вот отсюда. Прямо через корпус датчика насквозь начало течь масло моторное. Такое впечатление, что поменяли керамические вкладыши. Давление масла возросло и пробило датчик давления масла. Вот такие корейские чудеса. Вот если посмотреть, то прям четко с датчика давления масла шла дорожка масляная вниз. И далее она растекалась по поддону. И все вот здесь замаслилось. Сейчас замоем и заменим датчик давки. Пока все. Ждем дальнейших приключений. Как написал один шутник в комментариях. Сделайте, пожалуйста, мне мотор. Только не делайте, как себе, с фардом. Угловой редуктор нами обслуживался, поэтому сегодня сюда не лезем. Датчик давления масла был заменен в прошлый раз. Замыт двигатель бензином из распылителя. Вот сегодня он весь сухой. То есть сальник сухой, поддон. Здесь тоже все сухо. Это радует. В большом сайленблоке на вид все цело. Мелкие трещинки лишь. А вот маленький сайленблок внутри порвался. Вон там трещина. При передвижении монтажкой это все ходит. Соответственно, стук может быть так же и отсюда. С фардом мы это уже проходили в свое время. Попутно заказал все метизы, гайки, болты. Все заводское. Демонтировали правую стойку. Кроме амортизаторов, также куплены различные прокладки, подшипники опорные. Это все оригинал. Чехлы, отбойники, прокладки под пружину. Верхние опоры амортизаторов. Единственное, что не куплено, это пружины. Я их оставлю старые. Их, во-первых, продажи практически нет. Оставить отечественные варианты, заменители у меня желания большого нет. Тогда придется менять и задние пружины. В целом клиренс меня пока что устраивает. Пружины, конечно, незначительно просели, но останутся работать дальше. Отбойник вставляется вот сюда. И вот по этому пазу фиксируется внутри. Оригинальные амортизаторы сравнительно недороги. По 6 тысяч за каждый. Есть заменители. Дешевый Китай, примерно около 2 тысяч. Отзывы, сами понимаете, самые разные. Вплоть до того, что начинают стучать через день или неделю после установки. Заменители Кояба по Соренто тоже я нашел негативные отзывы. Не стал их покупать. Мондо не было. Был только на левую или правую сторону, сейчас не помню. Короче, взял оба оригинал. Старый амортизатор прокачивается намного легче, чем новый. Хотя и без провалов и рывков. Газ даже еще есть, шток вылезает. Сколько мы в свое время мучились фордом, и насколько проще и легче здесь подвеска. Вроде все то же самое. Рычаги, стойка Макферсона. Но все сделано проще, удобнее, доступнее и ремонтопригоднее. Но, когда пытаешься чинить машину педантично, неизбежно наталкиваешься на наш, скажем так, на наше национальное отношение ко всему и вся. Болты-гайки были заказаны с официальных дилерских складов, по артикулу с каталога. И вот эти гайки мне прислали маленькие, вот эти. То есть болты мы поставили новые, гайки пришлось поставить старые, потому что гайки прислали одинаковые вот с этими. Вот здесь вот. Стойку стаба тоже меняем, и левую, и правую. Старые еще неплохие, пойдут в запас. Бывает, что заезжаешь заменить масло, а стойки уже стучат, а брать негде. А так будет в запасе, хоть что-то поставить. С фардом у меня было так же, был некий запас зип. Для складских работников в Москве все гайки одинаковые, несмотря на то, что артикулы разные. В челнах разберутся. Что интересно, левая стойка оказалась хуже правой. Проваливается при нажатии резком. Вот, странно. Ну все что, пустые они уже. Газ немножко остался, стойка шток выдвигает, но легко проваливается. Левую сторону собрали. Сливаем масло с автомата. Не так давно мы его меняли, оно было черное. Все время оно чернеет. Появляется стружка на прёпке магнитной. О, в этот раз масло посветлее. Да, чем в тот раз. Сливается уже лучше. Что сделать заключение, что надо менять масло каждые 10 тысяч в автомате? Пора обратно на механику пересаживаться. Ну, сливается уже совсем другое дело. Прошлый раз пробку протирали, и всё равно вот ёжик начинает появляться. Да, ушки. Масло в автомате оригинальное. Периодически мы делаем эндоскопию, смотрим состояние керамики. Когда машину мы забрали с трейдина, керамика была идеальной. Через какое-то время там начали появляться такие маленькие скольчики. Вот мы за этими скольчиками и наблюдаем. Итак, в этот раз мы снова делаем эндоскопию и наблюдаем, что начали появляться небольшие скольчики. За те десятки тысяч километров, что я проехал, катализатор из ровно идеального становится таким немножко щербатым. Сказываются стилизды. Попутно меняем газовые упоры задней дверки. В морозы она не держится. Плюс ещё после шумоизоляции калитка стала тяжелее. Вместо простых свечей, которые идут по ВИН-номеру, я решил попробовать иридиевые. Вот такой комплект. Это Denso. Есть два варианта свечей иридиевых. Просто иридиевые и вот серия ТТ. Отличаются от иридиевых тем, что на боковом электроде сделана маленькая иголочка. Вот так всё это выглядит в сравнении с обычной свечкой. Производители заявляют уменьшение расхода топлива, увеличение приёмности и срока службы свечей примерно в два-три раза. Посмотрим на практике, сколько они прослужат и на сколько изменится расход и динамика. Стоимость вот этого комплекта в три раза выше, чем обычные свечи НЖК. Если вы думаете, что я сейчас смотал пробег, это отнюдь не так. Я просто катаюсь на клиентской машине после капитального ремонта и сравниваю работу ходовой, пока клиент не приехал. Самое обидное, что на этом автомобиле таких стуков нет, как на моей машине. И обидно вдвойне то, что мы пока что не можем найти их причину. Это просто меня выводит из себя, поскольку я человек достаточно педантичный по натуре, даже в чём-то въедливый. Вот я просто в расстроенных чувствах довольно-таки сегодня. Абсолютно нет этих звуков ни слева, ни справа. Клиент сейчас приедет за автомобилем, а я пока здесь езжу. Заодно у него спрошу, какие амортизаторы он поставил вперёд. И не было ли проблем со стуком ходовой. Я бы хотел сказать, что всё стало замечательно. Всё супер. Но, к сожалению, это не так. Снимать продолжение у меня никакого желания нет. Но раз уж сказал А, надо, наверное, сказать и Б. 35К вкинуто в подвеску безрезультатно. Стук по правой стороне как был, так и остался. Это очень обидно. Мы, конечно, не такие большие профессионалы. И ходовкой занимаемся очень редко. Но, тем не менее, это напоминает Форд, где мы долго-долго искали стуки и находили в самых разных необычных местах. Теперь по поводу... Проехал я несколько дней, даже фактически, наверное, неделю. Перестал работать радар-детектор. Начал глючить на холодную. Отдавали его до этого на замену батарейки и прошивку. Погрешили сначала на ребят. Но, как оказалось, всё проще и банальнее. Бэхэд авто, который собрал лучше, чем было, не прикрутил здесь вот массовую клемму в щитке внизу. Вот там была гаечка, которая не затянута, и на ней висел массовый провод. Сегодня у меня была машина из Екатеринбурга, по-моему. Сейчас он уехал домой. Я покатался по территории, и стука у него нет абсолютно. Это очень обидно. Сейчас загоняем на подъёмник и будем снова разбирать, искать причину стука. Сегодня у нас четвёртый, по-моему, раунд битвы с подвеской. Декабрь уже тянется. В январе ехать надо. Ну вот, потихоньку готовимся. Так, вкратце новости по свечам. Единственное, что мне понравилось из всего мероприятия, это свечи. Улучшилась отзывчивость мотора на педаль газа. Стал мотор порезче. Это, конечно, субъективно всё. По расходу топлива ничего не скажу. Расход очень сильно прыгает. Снижается заметно, когда теплеет, и повышается, когда на улице холодно. Так что здесь по расходу я вам не скажу. Рекламный материал заявляет полуторапроцентную разницу. На машине, я думаю, этого заметить невозможно. А вот разницу в поведении мотора я заметил. Тем более, когда-то занимались тюнингом очень сильно. И все эти нюансы, они хорошо ощутимы. По крайней мере, мною. Теперь, что касается ходовой. Большего разочарования представить сложно. Потратив такие деньги. Стук справа как был, так и остался. Мы долго диагностировали ходовую. Всё смотрели, дёргали все сочленения, рейку. Кто-то пишет, меняет какие-то втулки на подрамники. Так вот, ребят, я не знаю, что вы там меняете. Подрамник здесь вообще не имеет никаких втулок. Он наглухо через металлические втулки прикручивается к кузову. И не имеет вообще сайлент-блоков. Никаких. Такие вот чудеса. Так что на подрамник решить бесполезно. Открутили стойки стаба. То есть, я заказал втулки стабилизатора. Но стаб не стучит. Сняли стойки. Открутили защиту. Прокатился без стабилизатора. Стук как был, так и остался. В результате, после долгой ругания между собой. Ну, что мы, как бы, ходовой так часто не занимаемся. Но и тоже не дураки. Стучит. А что стучит, стучит, понять не можем. Дёргали кузов вверх-вниз втроём. На амортизаторе ничего не отдаётся. В результате чего заказал Каябу. Ещё 12 тысяч выкинул на два амортизатора. Поставили мы позавчера правый амортизатор Каябовский. Потому что левый менять времени не было. И вот чудесным образом я сравнил разницу. Стук пропал. Проконсультировался с ребятами. Позвонил Алексею в Москву. И вот что он мне ответил. Брак, как говорят, среди заводских амортизаторов. Очень много. Люди по гарантии едут, меняют. Ставят амортизаторы и Мондо. И завод. И, в общем-то, под видом заводского именно идёт амортизатор Мондо. Короче говоря, новый амортизатор стучат. Вот такое корейское качество. Просто на букву Г. Что интересно, левый амортизатор не стучит. Ни старый, ни новый. То есть сейчас, вот сегодня, мы меняем левый амортизатор. Новый заводской на Каябовский. Я покатался 2-3 дня. Меняли мы не позавчера, а в пятницу или в субботу. И сегодня у нас понедельник. Я вечером в субботу и в воскресенье ездил. Разница, конечно, большая. Попробую показать на штоках двух амортизаторов. Короче говоря, когда едешь, левая половина автомобиля, она вот так вот относительно правой, которая более плавно работает, перемещается. То есть это видно, когда едешь на плохой дороге. Правая сторона теперь более собрана, более, скажем так, адекватная. Амортизатор Каябовский жёстче. Чтобы вы не думали, что я здесь сейчас рекламирую Каябу, я вам приклеиваю отзывы из Автодока. Из-за чего я изначально не купил Каябу наперёд, а купил заводские новые амортизаторы. Из-за этих отзывов, то, что там через год, через два они начинают течь на Соренто, я и не стал их покупать. О чём сейчас очень сильно пожалел. То есть я просто выкинул 12 тысяч на заводские амортизаторы в никуда. Ещё мне очень рекомендовали амортизаторы фирмы ЗАГС. Ну или САГС в простонародье. Правильнее произносить ЗАГС, как говорят. Но все произносят САГС. Короче говоря, на Соренто нет этих амортизаторов в природе. Они есть на Спорт Эйджи, на АИКСе. И вот там как раз-таки стук подвески лечится именно установкой этих амортизаторов. Также на Соренто есть Бельштайн. По совершенно конячей цене там что-то около десятки за амортизаторы. Тоже отзывы по Бельштайну своеобразные. Не стал я их заказывать. Да и всё, в общем-то. И китайщина за 2-3 тысячи за амортизаторы. Там рисковать не стал. Вот такие чудеса. Покупаешь заводские амортизаторы. Думаешь, всё будет работать отлично. Как по заводу. А по заводу, видать, никто и не думал, как оно будет работать. Какой-то брак в самих амортизаторах. Не доделаны, не досчитаны. Многие-многие вот так вот мучаются со стуком в подвеске. И поиск, он сопряжен с тратами. То есть, всё как бы нормально. Люфтов нигде нет, но что-то стучит. А что стучит? Да чёрт его знает. А стучит заводской исправный амортизатор. Просто потому, что вот он так сделан на заводе. Вот здесь артикул кончается на 122. Это левый амортизатор, который мы сегодня будем устанавливать взамен заводского. Чтобы передняя ось работала парой. Вот что лежит в коробке. Верхняя часть американская. Ну, короче говоря, чудеса на российском рынке запчастей. Но самое главное, результат достигнут. Стук пропал с правой стороны. А следовательно, ставим налево. Всё остальное подходит. Все места крепления, посадка под пружину. Всё так же. Вроде бы, американская версия должна быть, скажем так, помягче. Не знаю. Но то, что эти амортизаторы жёстче относительно заводских, это факт. Это вот как раз таки правый амортизатор, который стучал. Ты их сожми полностью, да. Вот смотрите. Насколько с Каябы медленнее вылезает шток. И Каяба жёстче. Вот такие чудеса. Короче говоря, здесь такое впечатление, что с завода очень жёсткие сайлент-блоки во всех рычагах. Подвеска сама жёсткая, но с амортизатором они просчитались. И этот амортизатор при сжимании не стучит, при разжимании тоже не стучит. Но при работе на автомобиле стук раздаётся. Просто покажу маркировку. 2П650, именно этот артикул выходит на автомобиль при подборе по ВИН-номеру. На рестайловой версии артикул амортизатор в другой. Насколько они отличаются от версии Дэри Стайла, я не знаю. Экспериментировать не стану. Вот значки Kia и Hyundai Mando. Это новый амортизатор, который стоит около 6 с копейками тысяч рублей. И который вот у меня проработал несколько дней. Вот здесь как раз и видны отличия в верхней части картриджа. Вот это завод. И европейская версия Каябы должна была прийти вот с такой гайкой. Но пришла такая же, как на фотографии для американской версии. Артикулы у них разные. Ладно, главное, что не стучит. Левая стойка готова, собрана, предварительно прокачена и монтируется на автомобиль. Заводскую стойку положим на полку. Вы скажете, да верни её назад. А вот не получается вернуть назад. Заводские запчасти оригинальные. Априори считаются качественными. И, например, в том же автодоке есть такая интересная политика. Если ты ставил эти запчасти не у официала, там сам, либо в каком-то частном сервисе. Неважно, официальный этот сервис там или что. На оригинальные запчасти политика такова, что вернуть их нельзя. Только если их забарковал сам официал. Вот такие чудеса. Так что стучащий правый амортизатор я вернуть не могу. Пошатайка не может качнуть саленто на Каябе. Да ламы надо сюда поставить, заварить эти амортизаторы. Да и всё, что, подрамник без втулок, саленблоков нет. Аморты заварить, да и кататься. На этом всё. Будем ездить радоваться и копить деньги, чтобы тысяч через 12 поменять вытекшую Каябу. Потому что альтернатив других по амортизаторам на этот автомобиль нет. Вот такие чудеса, чудесатые. Ну что, упаковал заводские амортизаторы, подписал. Положу пока на полку. Вдруг жизнь призмёт. Поставлю назад. Рычаг, судя по всему, мы поменяли зря. Тоже его уберу в архив. Пусть пока полежит шаровая опора целая. Может быть, когда-то и придётся назад поставить. Ну а пока буду ездить радоваться. Тысяч так 12 пока Каяба не вытечет, как пишут комментаторы. Ну, надеюсь, походит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот и закончен наш пробег в Карелию. Мы дома. Так, сегодня у нас замена масла. Пробег 101 800, что-то там. Перепробег от обычного нашего значения, когда мы меняем на 5000, несколько тысяч. И вот он съел масло. Режимы движения были 150, 140 и 160 км в час. То есть, ну, в основном 120, конечно, 130 больше. Обороты на шестой передаче около трёшки, трёх с половиной. Так, вот, щуп чистый. Так, вот, щуп чистый, пожалуйста. И высоких оборотов. Вот и всё. Сольём масло. Посмотрим внизу со снятой защитой, что там творится. Не потёк лесного датчика давления масла. Всё сухо. Течи масла нет. Хон заводской. Кольца Тепи. Поршни группы С. Геометрия была в норме. Ну и всё равно, сколько-то да подъедает. Так что открываем заводскую книжечку и читаем. 600 грамм на 1000, либо литр на 1000 в тяжёлых условиях. Даётся заводом. Сливаем масло. На видео это плохо видно. Но только начинаешь повышать нагрузки, ехать с большими скоростями, и появляется мелкодисперсная тонкая пыль. Такого светлого цвета. Ну, надо полагать, что поршня, видимо, стираются. А может быть и вкладыши. Доездит до 100-150 тысяч. Разберём и посмотрим, что там будет. Если доездит, конечно. И не развалится раньше. Пробег на момент смены масла. Работа двигателя на свежем масле. Стуков поршневой нет. Продолжаем эксплуатацию. На этом всё. Сегодня у нас начало февраля. И Соренто преподносит новые сюрпризы. Сегодня, по прогнозу, у нас осадки 6 мм снега. Жуткий снегопад уже который день идёт. И всё заметает. Короче говоря, отказал полный привод. В самый неподходящий момент. На стоянке тонны снега, из которых надо выбираться. Прицепы не таскал, никого не буксировал. Из сугробов не дёргал. Просто под своим собственным весом полный привод пропал. Хотя шлицы мы здесь обрабатывали. Но дело не в шлицах. На работу я доехал на переднем приводе. Передок работает. Но в такой снегопад на этой корове передвигаться на переднем приводе. Это просто очень неприятно. Пробег текущий 102 тысячи. И вот сегодня выбираюсь из снежного плена. Ну, я выехал. Всё было нормально. Когда встал уже на дорогу, обратил внимание, что горит значок полного привода. То есть я воспользовался вот этой кнопочкой волшебной. Увеличение поджатия задней муфты. Скажем так, я её называю. И вот дополнительно к ней ещё загорелся значок полного привода ошибки. Это не шлицы. Когда проворачиваются шлицы, а здесь они в прекрасном состоянии смазаны. Всё делалось своевременно. Шлицы отличные. Никаких ошибок не загораются. Но вот когда не работает задняя муфта, компьютер это видит. Сейчас я запустил двигатель, ничего не горит. Но стоит мне только поехать. Как начнутся проблемы. Вот. Всё, ошибка загорелась. Полный привод не работает. Машина едет только на переднем приводе. Признаться честно, поначалу я расстроился. На машину, конечно, вложения не столь велики, как некоторые рассказывают про Volkswagen. Но задняя муфта стоит 100 тысяч. Это, скажем так, достаточно серьёзные деньги для того, чтобы взять сегодня, выкинуть. А ездить мне реально надо. Потому что на улице тонны снега, тонны. Всё заметено. Теперь можно принять душ. Так, вот эта муфта стоит стольник. Вот этот редуктор, так на всякий случай, стоит почти 150. И у нас вопросы вот к этой проводке. Что с ней? Вот этот разъёмчик. На вид всё цело. Окислов нет, коррозии нет. Попробую почистить немножко контактики, подогнуть их и посмотрим, что получится. Ну что ж, 100 тысяч трата сегодня у нас отменяется. Пропивать я, конечно, их не буду, эти деньги. Они мне нужны, чем какой-то редуктор покупать. Вот сгнившее место. Начали прозванивать провод, отцепили от крючков, от хомутов. Размотали изоляцию. На вид всё было красиво, никакого мешательства здесь не было. Никаких следов удара. Вот такое вот сгнившее место обнаружилось. Вот показываю крупным планом. Вот такая вот красота. Зелёные провода. Вот смотрите, слева провод от окушки. Старый, советский. Какая толщина жилоизоляции. И справа корейский, китайское говно. Тонкий провод и тонкая изоляция. Ремонтная вставка и пайка. Место соединения. Обязательно пропаяли. Сейчас всё это заизолируем. Придётся проложить новую гофру. У нас есть кусочки. Всё затянем чёрной изолентой. Никак не синей. И уложим назад. Проводка собрана. Уложена на старые вот эти вот хомуты специальные. Здесь поставили хомут другой. И всё подсоединили. Кроме того, ещё развалились задние тормозные колодки. Но надо их заказать вместе с барабанами. Пока что нет. В наличии. Будем менять чуть позже. Пока хотя бы наладить полный привод. Иначе парковаться и ездить совсем невозможно. Запускаем двигатель. Машина на подъёмнике. Включаю заднюю. И поехали. Всё. Полный привод есть. Всё работает. На сегодня всё. Надо заниматься своей работой. Машину выгоняем. В конце декабря пришло извещение из СДЭКа. Что пришла некая посылка из Казахстана. Я был очень удивлён. Потому что ничего из Казахстана я не ждал. Тем более СДЭКом. Но мне нужно было уезжать. И в последний день. Там по-моему 30 или 31 декабря. Я поехал в филиал. Получать вот эту самую посылку. Я здесь удалил. Сейчас вот. Личную информацию. Отправитель и получателя. Всего лишь я открыл верхнюю часть. И я бы хотел вам показать. Что нам прислали на Новый год. Из Казахстана. От неизвестного отправителя. Сейчас я передам камеру помощнику. И посмотрим. Что же прислали. Я ничего ещё не разбирал. Как она упакована. Так я и буду её доставать. То есть я 31-го только открыл скотч. Заглянул внутрь. И уехал 1-го числа. Соответственно в поездку. Итак. Посмотрим. Что же здесь. Грильяш Кастанайский. Конфеты. Молоко цельное сгущённое. Тоже судя по всему казахстанское. Потому что у нас такого. Я никогда не видел в продаже. Шоколад казахстанский. Молочный шоколад. И тёмный. Тоже казахстанский. Такого шоколада у нас я в продаже никогда не видел. Молоко сгущённое. Конфеты. Вафли. Объёмистая посылка. И ещё сгущёнка здесь есть. И есть послание. Дорогой коллектив Капауэр. Каждый субботний день я, мы все подписчики пьём чай. Смотрим ваши видео. С чего немного несправедливым. Что вы в это время чай не пьёте. Высылаю вам подарочки к чаю. Чем богата наша земля. Это не всё. Но что смог, то положил в коробку. Искренне поздравляю вас с 500 тысячными подписчиками. И наступающим Новым Годом. Аяс Ата. Спасибо большое Аяс. Это очень приятно. Я передаю вам привет. Будем пить чай с вашими подарками. И вспоминать вас добрым словом. Спасибо большое. С наступившим Новым Годом. Благодарю от всей души. Спасибо. Как вы можете заметить, здесь уже нет одной банки сгущёнки. И одной пачечки вафель. Дело в том, что я уже распил чай со сгущёнкой. Ну, съел я, конечно, не всю. Вафельку одну тоже съел. Всё очень вкусно. Спасибо большое. И вот решил посмотреть поближе, что вообще такое. Так, это вафли. Номер один в Казахстане. Такого у нас в России я не видел нигде и никогда. Делается в городе Кастанай, судя по описанию. Да, город Кастанай. Традиции лучшего вкуса с 1974 года. И вот такой вот шоколад. Тоже такого я никогда в своей жизни не видел и не пробовал. Завтра в понедельник на работе чай попьём. И будем вас, уважаемый подписчик, вспоминать добрым словом. Спасибо большое. Тоже город Кастанай. Конфеты, судя по всему, той же кондитерской фабрики. Кастанайские. И сгущёнка. С узнаваемым дизайном. Только лучшая этикеточка. Выработана из натурального сырья. Сгущёнка классная, очень вкусная. Также сделана в Кастанай. Ну вот, частичка Казахстана к нам приехала последние пару дней перед Новым годом. Очень приятно. Вообще классно. Спасибо за просмотр. До свидания. Будем спить чай и вспоминать вас добрым словом. Субтитры создавал DimaTorzok